Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш цикл по теории вероятности. Задача номер 75. Стрелок стреляет по мишени один раз. В случае промаха стрелок делает второй выстрел по той же мишени. Вероятность попасть в мишень при одном выстреле равна 0,7. Найдите вероятность того, что мишень будет поражена либо первым, либо вторым выстрелом. Итак, что мы с вами имеем? Он может либо попасть, либо промазать. Итак, попал это 0,7. Промазал это 0,3. Каким образом мы это получили? Это от единицы отняли 0,7. Так, я забыла написать. Это 75 номер. Значит, теперь у нас идет условие. Либо попал сразу, либо первый раз промазал, второй раз попал. Если он попал сразу, это 0,7. Добавляем к нему вероятность того, что он первый раз промахнулся, умноженную на то, что он попал. Почему так, а не иначе? Ну, почему 0,7 вы поняли сразу. Значит, дело в том, что если он промахнулся первый раз, а попал второй раз, то независимые события. Независимые события получаются путем умножения. То есть, в этом случае мы получаем 0,91. Номер 76. Вероятность попадания при стрельбе в случае ветреной погоды равна 0,6. При безветренной погоде 0,8. Вероятность ветреной погоды равна 0,4. Найти вероятность попадания при стрельбе. А. Найти вероятность попадания при стрельбе. Б. Вероятность того, что при попадании в цель были при ветреной погоде. И С. Промах был при ветреной погоде. Итак, начинаем разбираться. У нас может быть ветреная погода, а может быть безветренная погода. Ветреная погода это 0,4. Как найти безветренную? От единицы отнимаем 0,4 и получаем 0,6. Далее мы помним, что если погода ветреная, он может либо попасть, либо промазать. Вероятность попадания при стрельбе при ветреной погоде 0,6. Тогда промаха 0,4. Если погода безветренная, то попадание 0,8. Тогда промах 0,2. Значит, все, что нужно, мы с вами уже расписали. Итак, переходим к задаче А. О чем она говорится? Нужно найти вероятность попадания при стрельбе. Ну, попал. Значит, при ветреной погоде 0,4. Мы умножаем на вот эту веточку 0,6. И добавляем то, что он попал при безветренной погоде. При безветренной погоде вероятность попадания 0,6 умноженная на 0,8. Вот это мы нашли полностью все вероятности попадания. Значит, получаем, что у нас получается 0,72. Пункт Б. О чем говорится в пункте Б? Надо найти вероятность того, что попадания в цель были при ветреной погоде. Только при ветреной погоде. Безветренная нас не интересует. Итак, ветреная погода. Вероятность 0,4 умножаем на 0,6 и получается 0,24. Следующий вопрос. Промах был при ветреной погоде. Только ветреная погода. Другое нас не интересует. Вероятность ветреной погоды 0,4. И он при этом промазал. То есть 0,4. Все события независимы, поэтому везде идет умножение. И получаем 0,16. Задача номер 77. Значит, очень оригинальная задача. Несколько раз она встречалась в довольно сложных тестах. Значит, она есть в базе, поэтому мы ее разбираем. Ученик на удачу отвечает на 9 вопросов словами «да» или «нет». Какова вероятность того, что ответы на все вопросы оказались правильными? Итак, когда он отвечает на вопрос, он может ответить правильно и может ответить неправильно. Помните задачку, когда паук ползал по лабиринту? Он может полезть направо, может полезть налево. Здесь тот же самый вариант. То есть вероятность того, что он правильно ответит на вопрос, это будет 1,2. Берем второй вопрос. Он может на него ответить правильно, а может ответить неправильно. Нам подходит только тот вариант, где он отвечает правильно. То есть тоже вероятность 1 из 2. 1,2. Значит, берем третий вопрос. Он может ответить правильно, а может ответить неправильно. То есть нам подходит опять вариант, где он отвечает правильно. То есть тоже 1,2. Поскольку у нас вопросов 9, то мы можем таким образом написать 9 раз 1,2. Ну а короче это записать каким образом? 1,2 в 9 степени. То есть это 1,512. Ну поскольку в этой задаче не сказано переводить десятичные дроби было, мы оставим это так. Ну на самом деле, если мы поделим 1 на 512, то мы действительно тоже получим ответ. Задача номер 78. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения цели при первом выстреле 0,2, при каждом последующем 0,8. Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,95? Давайте рассмотрим эту задачу более подробно. Что у нас говорится? Есть у нас первый выстрел. Он может попасть, а может промазать. Вероятность попадания при первом выстреле 0,2. Если он промазал, вероятность промаха у нас 0,8. Имеется второй выстрел. Опять он может попасть, может промазать. Значит, в этом случае вероятность уничтожения цели 0,8, а вероятность промаха 0,2. Дальше говорится, что при каждом последующем у нас совпадает со вторым. То есть это может быть второй, это может быть третий и так далее, до тех пор, пока вероятность уничтожения цели будет не менее 0,95. Не менее, это значит больше, либо равно вероятность уничтожения цели. Ну, дело в том, что если мы начнем рассматривать все вот эти варианты, в каждом случае для первого выстрела, для второго выстрела, то вычисления займут не один лист. В этом случае нам очень опять помогает вероятность противоположного события. Ну, давайте подумаем. Если вероятность уничтожения цели должна быть больше, чем 0,95, то вероятность промаха должна быть, наоборот, меньше, чем 1, минус 0,95. То есть, чем 0,05. Итак, мы будем работать с событиями противоположными, то есть с промахом. Итак, в первом случае, значит, он промахнулся, в первом случае это 0,8, и, конечно, это больше, чем 0,05. Поэтому при одном выстреле нам ничего не подходит, мы делаем второй выстрел. Промахнулся при первом выстреле, промахнулся при втором выстреле, и получился, что у нас 0,16. Начинаем сравнивать с 0,05. Конечно, это больше. Значит, два выстрела сделать мало. Берем третий выстрел. То, что у нас получилось во втором, 0,16. Мы умножаем на промах в третьем случае, 0,02. Получаем 0,32. И, конечно, это будет меньше, чем 0,05. Далее нам даже не надо переходить к вероятности попадания. Нам надо узнать, сколько выстрелов сделает установка. Мы отвечаем на вопрос. Она сделает три выстрела. Ну и, наконец, задача номер 79. У Дины в копилке лежат 7 рублевых, 10 2 рублевых и 8 5 рублевых монет. Дина наугад достает из копилки 2 монеты. Найдите вероятность того, что она достанет не менее 6 рублей. Ответ округлите до тысячных. Значит, давайте мы с вами сейчас распишем, что лежит у Дины в копилке. Итак, задача номер 79. Значит, у нее лежит 7 1 рублевых монет. У нее имеется 10 2 рублевых монет. И у нее имеется 8 5 рублевых монет. То есть, всего у нее в копилке 25 штук. Ну, на первый взгляд, задача кажется похожей на одну из тех, что мы разбирали на предыдущих уроках. Она достает 2 монетки. И нужно найти вероятность, что она достанет не менее 6 рублей. Вот этот вариант мы будем сейчас с вами просматривать. Итак, что она должна достать из копилки? Прежде всего, она может достать 5 и 5. Она может достать 5 и 2. Она может достать 2 и 5. Она может достать 5 и 1. И 1 и 5. Вот эти случаи нам подходят. Здесь у нас 10 рублей. Здесь 7, 7, 6 и 6. Значит, условие какое? Не менее 6 рублей. То есть, вот именно эти случаи нам подходят. А теперь мы начинаем считать. Значит, давайте узнаем, сколько всего исходов. Возвращаемся к нашим любимым сочетаниям. Всего 25 исходов. И мы достаем из копилки всего 2 монетки. То есть, 25 факториал, деленное на 2 факториал и умноженное на скобку 25 минус 2 факториал. Я не буду заострять внимание на технике решения. Значит, кто не помнит, может вернуться в предыдущие уроки. Значит, главное, что мы можем посчитать, что это 300 вариантов. Это все возможные исходы. Дальше, что нам подходит. Она может достать 2 5-рублевых монетки. У нас 5-рублевых монеток 8, то есть, С из 8 по 2. Итак, если она достает С из 8 по 2, то это будет 8 факториал, деленное на 2 факториал и деленное на 8 минус 2 факториал. Значит, в этом случае мы получаем, что мы имеем 28 благоприятных способов. Следующий вариант. Она достает 5 монеток и 2 монетки. Здесь нам устраивает вариант какой. Значит, 2-рублевые монетки мы можем взять из 10 монеток. Выбор сделать. Итак, 10 монеток. Из них мы берем 1 монетку по 2 рубля. И получаем, что это 10. Далее. Из 5-рублевых, их всего 8. И мы берем монетку 1. То есть, 8 вариантов. В этом случае мы перемножаем полученные независимые события и получаем 10, умноженное на 8. То есть, 80. Далее. Посмотрим последний вариант. Выбираем 5-рублевую и 1-рублевую монетку. Выбираем 5-рублевую. С из 8 по 1. Считать нам не надо. Это 8 монет. Выбираем рублевую монетку. С из 7 по 1. И мы получаем 7. Значит, благоприятных условий в этом случае, поскольку события независимые. 8 умножить на 7 будет 56. Значит, и то, и другое являются благоприятными событиями. А теперь давайте посчитаем все благоприятные события. 28 прибавить 80, прибавить 56. И все это делим на общее количество исходов. То есть, на 300. Итого мы получаем 0,547 тысяч. Значит, ну вот это все задачи, которые мне встречались на данный момент в учебниках. Если вам где-то в тестах или еще попадалась задача отличная от того, что вы увидели сегодня, то вы можете на наш адрес выслать эту задачу. Мы обязательно снимем по ней видеомог. Спасибо за внимание.